Смотрите, мы, гражданские журналисты, не имеем никакого отношения к правоохранительным органам, только что общались с вашим человеком, который с вами сидит в камере, поговорили. У нас в гуманитарное место, мы пытаемся в Россию донести, что здесь происходит, исходя из ваших же историй. Пять-три секунды? Да. Какой родный госпит? Мотостуки. Какая часть? Каменька, 138-я бригада. А где ты структуешься? Шестякова. Шестякова? Шестякова. А тут в Украине на каком фронте? Какое направление? Куда же заходить? Белгород, Харьков. Исходя из ваших историй, мы пытаемся донести до россиян то, что здесь происходит. Вы с нами пообщаетесь или нет? Да. Пообщаетесь. Домой звонили? Нет. Не звонили еще ни разу домой? 5 мая звонил, но не звонился. Когда вы попали в прен? Нет. Ну, 5 мая попали в прен, а 5 мая пытались дозвониться, не дозвонились. А как долго пробыли в Украине вообще? С 8 апреля. С 8 апреля. Ну давай запишем данный телефон, а я не могу дозвониться. А у вас сигарет не будет? Сигарет? Возьми там. Скажите, пожалуйста, ваше фамилия, имя, отчество? Романов Руслан Владимирович. Романов Руслан Владимирович. Дата рождения? 22.11.86. 22.11.1986 город? Город Петрозавод. Чего вы такой напряженный, скажите? Я не знаю. Возьмите сигаретку, покурите. Не курите, блин. Курите? Я же вам положил себе. Закурите. Попирите, да? Я еще раз говорю. Детали вашей страшной спецоперации мы выяснять здесь не будем. Рассударственные тайны тоже. Хотя вы их не знаете, скорее всего. Я вообще не знаю. Да, но нас интересует общая история. Общая история, понимаете? Поэтому не надо так напрягаться. Нет в этом смысле. Звание, ваша должность? Младший, свежа, 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 свежа. Номер, по которому будем звонить. 23.22. Скажите, пожалуйста, а чего вы не отказываетесь с нами разговаривать? Зачем? Ну, я не знаю. Смысл? Отказался. Несколько? Несколько? Просто некоторые говорят в России, что потом приезжают после наших интервью и говорят, что я не мог отказаться от разговора, потому что я думал, что я не могу отказаться от разговора. Что я должен. Вы не должны. Нет, я с вами поговорю. Я буду в первую очередь. Вы должны. Вы даете добровольное согласие на запись этого интервью и на его публикации? Да. А как вас зовут, представьтесь? Роман Владимирович. Дата рождения? 22.11.86. А откуда вы? В городе Петрозаводск. Расскажите, как вы попали в Украину? По контракту. А, как заезжал. Давайте по-другому пойдем. По контракту. Вы контракт когда подписали? Я подписал 6 апреля контрату. 6 апреля? Да. А что вас подвигло к подписанию Украины? Семейные обстоятельства. Ну, семейные трудности возникли у меня и я уволился с своей работы и пошел по контракту. Мне сначала сказали, что… Войкоматикой говорили, я приеду в часть, нас отправят на две недели в поля. Будут обучать технику, все вот это вот. В итоге 6 числа я приехал в часть, 6 я подписал контракт, 7 числа утром нас разбудили. И сказали, вы едете, ну, вас передислоцируют в Белгород, в Белгородскую область. И мы сели в машину, в Урал или КамАЗ, не помню точно. Ну, в Грузовую. Приехали на аэродром. Вы до этого срочная служба служили? Да, срочная служба была у меня в 2005-2007. А что у вас, если не секрет, случилось такое с семейными обстоятельствами? Ну… Где вы работали, да? Я работал на железной дороге машинистом. Машинистом? Да. Это же хорошая должность, она требует квалификации, образования. Ну как, ну на машинистом она так минимум. На машинистом железнодорожно-строительной, не локомотив, не… На тракторе. Дорожность. Я думал, это машинист. По документам машинист. Машинистом был. Я понял, это так. Ну, железнодорожной, строительной техники. Ну, где-нибудь там… Все равно нужна квалификация, потому что… Да, мне все, я учился до этого в Тверской области. Полгода учеба у меня была. Это курсы, да? Курсы, да. Получение квалификации там учили на дрезины, мотовозы. Вот. И потом мы отправили, ну, на железнодорожный день. И что случилось с работой с вашей? Я пришел, написал, ну, должность. Это осталось за мной, потому что у меня не трехгодовалый контракт, а краткосрочный контракт у нас теперь. Я понял, почему вы решили отказаться от своей работы, которая у вас была, и пойти на контракт? Что вас подвигло к этому? Финансовые проблемы. А там пообещали больше, чем то, что вы зарабатывали? Я там получал около 40 тысяч месяцев. Ну, это для Карелии мало. А здесь вы должны были сколько получать? Если участник участвует в боевых действиях, 53 доллара в день, плюс 3 оклада. Ну, мясо. Нас отправили в мясо, честно. То, что вас отправили в мясо, это другой вопрос. Меня интересует предыстория. Вы же ехали участвовать в боевых действиях. Я хочу понять, почему. Ну, вы говорите, там было меньше зарплата. А там сколько была зарплата? 53 доллара в день. А, 53 доллара в день? В день, да. Это много, да, вообще? Ну, 53 доллара, у нас курс был тогда 80 рублей. 53 доллара. Ну, в итоге получалось бы, как там другие подсчитывали. Потому что я еще зарплату ни разу не получал. Там, 200 тысяч, около того. Ну, да, 4 ваших зарплаты. Больше, 6-7 ваших зарплат. Понял, денег, финансовая мотивация. Но вы же формулировку сами произносите. Участник боевых действий. То есть вы понимаете, что это надо в боевые действия, да? Ну, я хотел, это, прийти туда. Ну, и по состоянию здоровья, как бы, закосить и уехать обратно. Я не рассчитывал на это. То есть вы хотели подписаться на боевые действия, на краткосрочный контракт? Да, да. Но потом сразу же от них откосить и получить свои деньги? Да, ветеранские вот это вот все. Ну, мне не удалось. Вы просто стратег какой-то? Ну, мне просто знакомый так посоветовал. А. Он до этого сделал так и откосил. А, он сделал так? Молодец, знакомый. Деньги получил, да? Деньги получил, да. А сколько он получил? За месяц он получил 200 тысяч. А, так это схема, типа записался на контракт, сразу искосил? Не, заехал, не участвуешь в боевых действиях. На территорию Украины заехал, получил, ну, ветеранские сразу же. Там неделю побыл и все, и уехал обратно как ветеран в боевых действиях. И все. А на что он закосил? Он, я не помню, то ли на ногу закосил, что-то с ногой у него. А. Самострел, наверное. Не, не, не самострел, у него с ногой какая-то проблема была. Он в первый же день закосил и уехал. По крайней мере, это что-то новое, что-то новенькое. То есть вы всерьез думали, что вы не будете участвовать в никаких боевых действиях? Нам сказали, что будут участвовать в ССО, в ВЧК, частные военные компании и профессионалы, кто уже имеет опыт. Вот из-за этого. А сами вы что думали об этом и обо всем? Там специнкрация? У нас новости, в новостях типа здесь нацизм, все вот это вот. Ну у нас просто это пичкают, не та информация, которая на самом деле происходит здесь. А вы не видели случайное видео взрывов, разрывов в городах, разрушений в украинских городах? Ничего этого не видели? Вернулся так и не смотрел. И вдобавок, просто это, мать его, одно и то же. Каждый раз одно и то же. И наши зрители не могут понять, а как такое, черт подери, вообще может быть? Апрель. Вы уже разрушение по всей Украине, уже война идет в самом разгаре, в полном разгаре. Вы едете на эту войну и выходите, я ничего такого не видел. У нас новостяк, как это работает? Новостяк нам такого не показывает. Нам показывают, что типа стоит ВСУ и они прячутся за мирных жителей. Нам показывают, как наши солдаты заходят в подвал и освобожают детей, женщин, стариков. Вот что нам показывают по телевизору, у нас в России. Почему вдруг ВСУ начало прятаться за кем-то? И почему вам нужно кого-то вообще в территории Украины сидеть? Я не знаю, я не знаю. Я этого сам не понимаю. Какое вообще ваше дело в Украине? Вам никто об этом не говорит? Зачем? В чем смысл? Уже, наверное, два месяца прошло. Три месяца уже сейчас прошло. Уже понятно, что ни с какими нацистами вы не выйдете. Мне когда взяли в плен, когда нас взяли, с нами обращались очень хорошо. У нас не было такого, чтобы нас избивали. Такого не было. Как это? Ну там. Хорошо. Подписали вы контракт. Дальше что с вами происходит? Подписал я контракт с 7-го числа. Нас подняли утром. И загрузили в машину. Бортом в Белгород. В Белгороде приехали. Отобрали. Ну, как построили всех. Ты будешь командиром отделения. Ты будешь старшим стрелком. Ты будешь стрелком. Ты, говорит, на немчик. Ты пулеметчик. Все. Пацаны, которые на мотолыках, не если их поставили на мотолыки. Ну, да, да. Ну, это мы понимаем. Стрелка. Они говорят, мы не умеем ездить. И что такого? Вот вам два часа обучиться. И едете. Ночью нас вооружили. Дали автоматы. Там по четыре магазина. И отправили на титул Украины. Да. Дальше. Дальше мы приехали в Шестаково. Переночевали в Шестаково. И поехали чуть-то дальше. Место я не знаю. Ну, там вот сидели. Там охраняли траву на Харькове. Ну, там проселочная дорога какая-то. Сколько раз стреляли? Куда стреляли? Стреляли? Стреляли. Я не стрелял вообще. Как я сказал, я вот такой первый раз военнослужащих видел в ВСУ, когда они меня такие спринтили. Я до этого вообще никого не видел. А что, у вас не было танков каких-то? Танк стоял. У тебя тоже не стрелял? Ну, он куда-то ездил. Ну, отъезжал, ездил. Ну, отъезжал, ездил. Все. По нам он нам стрелял. В смысле, по вам? Ну, наводчику показалось, что впереди враг и с автомат взял по нашим позициям стрельнул. Хотя мы были впереди, стреляли, а танк в лесу стоял. И он по нам стрельнул. Танк? Наводчик вылез с автомат из танка и начал по нам стрелять с автоматом. Он трезвый? Трезвый. Ему подожди говорит, ты что делаешь? Он говорит, мне показалось, что там противник. А вы проходите какие-то психологические тесты? Психологические тесты? Да, да. Прошел все. Тесты прошел все нормально. Дальше нас потом отправили на… Сказали, типа, я и тебя дальше. Приехали мы в другой поселок. Ну, я потому что ехал в Моталыги, внутри Моталыги. Я название поселков не видел. Поехали дальше. Там стояли ДНРовцы в окопах сидели. Они говорят, ну, нам сказали, что мы им, типа, на помощь едем. Ладно, поехали на помощь. Ну, все. Пока дошли до последней позиции, поворачивались, ДНРовцы взяли и ушли. Куда? Я не знаю. В тыл куда-то пошли. Собрали вещи свои, ушли. Оставили там боекомплект. Пулемет еще забыли свой. И дальше. Мы там посидели неделю, подназначили минерметные отстрелы. Я командир говорил, я не собираюсь здесь. Мне не за что здесь. Ну, жизнь вложить свою. Я говорю, я приду. Он сказал, кто хочет, тот может отступать. Что с такого идти? Мы собрали вещи свои и ушли в Шестаково. Шестаково пришли. Пятого числа мы пошли в Шестаково. Там нам местный сказал, что тут никого нет, ваши все ушли. Мы такие, в смысле ушли? Он говорит, ваши собрались и ушли. Видать, куда-то. На свои дальше позиции. Мы такие, а у нас что? Он говорит, а я тут что? Я не знаю. Мы развернулись. Пришли обратно на позицию. Там уже и нашего отделения не было. Там пять человек оставалось. Они тоже ушли в класс. И мы вдвоем пошли в перемогу. По полю прошли. Перемога, может? Перемога, да. Ну, в Харьковской области. Вот. Пришли до... Там танчики стояли. Ну, танчики стояли. Танчики стояли. Должны были танчики стоять. Мы дошли до тех позиций, где танчики стояли. Там тоже никого нет. Ни БТР, ни кого. Мы такие, что делать-то дальше-то? Пошли дальше. Ну, перемога уже. Все, пошли. Смотрим, на дороге стоит БТР. Только мы не стали подходить. Духом заминированы или что-то. Мы пошли дальше по дороге. Там еще три мины прилетело. Около нас легли. Ну, мы вдвоем это... Вдоль дороги полежали. Ну, подождали, пока обстрел пойдет. Пошли дальше. Смотрим. Машина. А, дошли до Перемоги. Ну, до населенного пункта. Смотрим, два автобуса стоять каких-то. Ну, гражданских. Ну, пошли в их сторону. Смотрим, там Волга стоит. Подошли к Волге и смотрим ключи. Ну, в машине. Думаю, мы едем до Веселова ездить. До Веселова, да. Ну, там, типа штаб армии или что-то такое было. Или штаб бригады был там. Да. Ну, дошли. Ну, постучались в дома. Местные вышли. Мы такие, мы говорим, типа, можете нас до Белгорода подкинуть на машинах? Мы вам, если что, денег заплатим, чтобы нас до Белгорода, ну, в Россию ехать до границы. Они такие говорят, да, можем. Я просто серьезно, я уже начинаю не выдерживать эту историю. Фашисты пришли на территорию Советского Союза, заходят в село. Вы нас до этого самого, до Берлина не подбросите. Не, ну, уходи. Я не собирался не воевать больше. Я домой хочу, я жить хочу. Нет, так я вам просто беру аналогию со вторыми работами. Знаете, как перемога переводится? Перемога? Да. Нет. Победа. Победа. Нет, ну, вы же зашли на территорию Украины в составе российских войск? Да. Вы понимаете, что вы вторглись на чужую территорию? Да, понимаю. Как оккупанты и все такое прочее. Я вам привожу аналогию с тем, что происходило. И вы идете в частный дом какой-то, стучитесь, верите, слушайте, вы нас куда? До Белгорода? Да, до границы. Мы не спросили, вы хотите в Белгород уехать? Ну, в Россию они говорят, да, местные жители. В копейку сели. Вот втроем поехали, смотрим, Бэха выезжает, ну, с горы начинает спускаться. Мы думали, это наше. Ну, наши, может, вернулись или что-то. Смотрим, а это украинские войска. И? Ну, вот они спрашивают, кто такие. Мы вышли с машины? У нас спросили, кто? Мы говорим, русские. Они говорят, лицом, лицом в землю. Все, мы оружие положили, все. У нас, ну, разгрузки были, они кисняли, все, и руки завязали. Сначала, ну, сначала думали, что с нами делать, потом сказали, будем менять на наших русских своих не бросаем. А что русские своих не бросаем? Я не знаю откуда, я услышал от ваших войск вот эту фразу. В смысле, от ваших войск. Я только что с мамой вон разговаривал человека, который с вами в камере сидит, она мне сразу эту фразу задвигает русские и своих не бросает. Я не знаю, нас бросили, это уже. Так вы же сами горите ушки, что у вас бросили? Мы догоняйте пошли. Мы догоняйте пошли. Мы догоняйте пошли. Ну, они же не знают, что вы их догонять пошли. Не знали же? Да. Ну, они не бросили, они просто поехали себе. Здравствуйте, здравствуйте, с Русланом хотите поговорить? Да, вы записываете, скажите мне. Конечно, меня зовут Владимир, я из Украины. Разговор происходит под запись и для последующей публикации. Вы услышали, да, это? Да. Услышали. А теперь я передаю ему трубку, а вы если не хотите, можете не говорить. Алло, Надь, привет. Держите руку. Надя. Не плачь, нормально. Можете даже видео включить, если хотите? Или нельзя, если не получится? А можно. Нет. Не плачь. Не было видео, Руслан. Чего? Видео никакого не будет. Ну, все, 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 нормально. Скоро это обмен у нас. Я на тебя засмотрелась. Я тебе говорила, так и будет. Ну, все, я жив, нормально, все. Все, ладно, давай потом, будет возможность позвоню. Все, давай, пока. 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 Я посчитал излишним задавать какие-то вопросы. У россиян есть такая история. Они там друг с другом, когда разговаривают, переписываются, они высказывают возмещение. Что тут вот, в плену, как-то не так к нашим относятся, и так далее, и так далее, и много еще другого. А вот они все не задавались вопросом, простым обыкновенным вопросом. Какого хрена вообще вы здесь делаете, а? Наверное, нет. И на кой хрен, раз я уже так стал выражаться, вы сюда пришли? Может, до россиян так лучше доходит? Может, тут вообще надо матерщиной записывать? Не, ну тут все понятно, тут срубить денег. Чем закончились ваши попытки откосить, кстати? Да ничем. А что вы пробовали сделать? Я пробовал уйти в... Ну, у меня часть. Нам сказали, вас отсюда никто не выпустит. Он так нам сказало. Сказал, вы остаетесь здесь, и все. Так чего здесь делают россияне? И зачем? Как вы это себе сейчас объясняете? Сейчас я считаю, что Россия просто захват территории. Только зачем нам захват территории? Зачем нам нужен Крым, который сами не могут обеспечить ничего? В России какие? В России зарплаты маленькие. Нам свою экономику свою поднимать надо. Нам еще лишнюю территорию. Зачем это надо? Кому это надо? Мне лично в Карелии? Это не надо. Мне не надо этого, этот Крым. Я не езжу на юга. Никуда я не езжу. Потому что мне не на что ездить. На что? У вас тут военнослужащие ездят в Турцию. Вот это. Я себе этого позволить не могу. Мне надо, чтобы поехать в отпуск, мне надо один кредит взять, чтобы съездить. И потом обратно, чтобы другой кредит взять, чтобы тот же кредит заплатить. Зачем мне это надо? Я вон себе на дачу съезжу. Ну в деревню. Про деда дом. Там еле побуду и то. Мне потом я приезжаю, мне надо еще во время отпуска устроиться на какую-нибудь другую работу, чтобы обеспечить себя на следующий месяц. Чтобы протянуть. Мне эта война ни к чему. Вы вроде бы один живете. Я вот с девушкой. С девушкой. Да. Я снимаю квартиру за 15 тысяч. Зарплатой 35, ну 35 целых тысяч. Смотря какой месяц. Один проезд на маршрутках стоит 40 рублей у нас. Нам этих денег не хватает. Вот за квартиру. Плюс коммуналка еще. Тысячи две-три. Как смотря сколько светоэлектричества нам катаем. Все. Нам этих денег не хватает. Потому что у нас в России реально. У нас с каждым днем все коммуналка выше и выше. Выше и выше. Я за квартиру в коммуналке. У меня было две комнаты в общаге. Я платил летом 7 тысяч. А зимой 8 тысяч. У нас ни счетчиков ничего. Вот счета только так растут да растут. А у вас я с вашими поколиваются военнослужащими. Я просто удивился. Вот у нас. Где взяли в этом поселке. Это говорят у вас самая бедная деревня. Ну деревья. Ну поселки. Ну как они сказали да. Да у вас асфальт лучше чем у нас на центральной улице. Вот. Все. Просто реально. Россия хочет видеть просто чтобы украина как бы. То же самое что из России произошло. Что она загнется. Россия скоро. И так не самим же загибаться. Скучно. Скучно самим загибаться. Надо еще кого то с собой втянуть. Да. Как вы думаете с такой мотивацией можно воевать. С такой нет. Не ну с мотивацией откосить как бы воевать. Не у вас. У вас. Ваши войска на освобождение. А у нас. На что им. У нас срочников он отправил. Которые вообще даже автомат в руках не держали. Они вообще ну. Вообще не представляют. Им сказали научение. Вот. Некоторые пацаны. С которыми камеры сидят. Они рассказывали что срочников. Просто. Тянули и все. Нам просто лучше. Ну нам просто. Уши. Уши. Крыты. На сале. И отправили. На войну. А среди ваших коллег. Ну там. Побратными как сказать. Сослуживцев. Были те кто вот идейные. Мы должны как бы нацистов найти людей. Да. Идейные. Много было идейных хвостов. Идейных пару человек. Не в шале. Я не знаю. Я как ушел с позиции. Судьбу идем. Не знаю. И что они говорили вам. Они говорят. Вот мы за освобождение. Освобождение. Какое освобождение. Чего освобождение. Нацизма. А он не есть. Нацист. Может быть мы как нацисты идем. За чужие территории. Ну. Брать. Зачем нам эта территория вообще нужна. Зачем нам Украина. Если мы на своей территории порядок навести не можем. И тут поперли. Бравые ребята. Вы точно с нами добровольно разговаривали? Да. Добровольно. У вас просто удивительно трезвые мысли. И очень просто высказанные. Хотя ни одного этого вопроса я вам не задал. Я думаю. Я вот сейчас говорю. Что я думаю. Нам эта территория. Вот лично для меня эта территория вообще не нужна. Я вон на северо-западе. Я даже по России-то нигде не был. Ну вот в основном так вот. Не ездил в другие регионы-то. А тут на. Украина. И что? Вот реально. Что нам на Украине делать? Нечего нам делать. Вы живете своим государством. Мы своим. Если наши чинуши что-то не поделили между собой. Это их не дело. Зачем нас всегда путают? Да. Чинуши не поделили. Ваши чинуши очень сильно захотели почему-то. Можно еще? Сигарету? Сигарету да помните? А такое еще? Вы уже к нам 6 апреля уже война была. Что-то поменялось? Сначала уже полтора месяца по сути война? Иди сиди поговори. Я уже все вообще-то здесь реально спросил, что я хотел. Сложно что-то еще сказать. Что-то поменялось? Вы когда к нам зашли, контракт подписали? Уже было 6 апреля. Да. Уже полтора месяца. Седьмой апреля. Ну, полтора месяца война. Цены там от начала февраля начали расти. Там санкции же поводили. У нас да. У нас сахар пропал. У нас не было сахара. Пятилочку заходим сахара не было. Магнит заходим сахара не было. После сахара. Крупы некоторые пропали. Бананы, которые стоили 70 рублей, они стали стоить 100 рублей. Как вы думаете, чем это все закончится? Я не знаю. Ну, тут-то у вас время есть подумать. Ну, вы, понятно, ждете обмен. Да. Ну, вот видели мотивацию ваших войск там. Чем-то же должна эта война закончиться? Проиграли эту войну. Ну, сами... Проиграли, вы сказали? Да, дело. Ну, что, Россия получилась здесь по голове. И надо уходить просто отсюда. Просто уходить войска и все. Потому что лишние жертвы будут. Снесувавшие с нашей стороны. Кому это надо? Домой цинки отправлять. Ну, у вас нету цинка, у вас там вообще фотографии есть. Просто сейчас искать нет времени. Нам показывают. Что в этих ящиках? Может, там есть цинк? Ты же не забывай, что мы сейчас делаем контент, в основном направленный для россиян, а ты говоришь о состоянии, которое было ранее. А сейчас у россиян уже мулька другая. Мы перегруппировались, теперь все хорошо, теперь мы наступаем по правильному направлению. Гнить пересчитают так. Телевизора у вас нету, да? Нету, гнить нету. Ну, сейчас? Сейчас нету. Сколько последняя новость, которую вы слышали? Погибших ваших солдат. Тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят человек. Больше тридцати тысяч. А, двадцать девять тысяч? Тридцать с чем-то тысяч уже погибших плюс. Да когда за дно? Ну, за три месяца. За три месяца столько людей. Более девяносто тысяч трехсотых. Ты бабы еще на рожа? От кого? Я не знаю. Ну, кстати, тонкий. Тонко отметил, да, от кого. А как вы думаете, вот вы шли в армию, у вас было одно мнение, что она там мощная, не мощная? Поменялось мнение? Абсолютно. Было, да, мощная армия. Что нам показывают? Арманды, ну, техники. В итоге, какие-то танки, которые стоят на приколе, просто разбитые. Это армия вот эта. Полностью. Какая вторая армия мира? Последняя армия мира, которая даже своих пленных не может поменять. Ну, про пленных ладно, один другой разговор. Про убитых собрать не может. Сколько на полях лежит сейчас солдат? Да, это проблема экологическая. Да. Сейчас же рано вступит. Это будет разлагаться, это все. Эпидемия получится. Ваши не забирают? Наши не забирают. Нам говорили, что эшелоны цело стоят, ну, холодильники стоят, что вот, заберите своих. Никто не забирает. На канале есть видео, там, где мы сняли несколько рефрижераторов, 7 штук, показали убитых. И тогда только ваши сделали запрос на 6 человек, лица которых мы с Вовой сняли и показали. Ваши отказываются признавать? Ну, про командиров спрашивают, наверное, бессмысленно, потому что они уехали. Командир, конечно, не видел своего. Не видели? В глаза нет, не видел. Вообще не видели командира? Нет, не видел. Ну, Путина-то уважаете. После этого нет. После войны этой? Да, после этого беспредел, который сейчас здесь. Пожелайте что-то своим соотечественникам на тему этой войны. Стоит сюда ехать? Не стоит сюда ехать в своей жизни. Ну, просто подумайте о своих семьях, которые останутся там. Подумайте сто раз, что вот этот шаг сделать. Стоит ли вам это или нет? Стоит ли удобрением быть в поле с волковками собаками? Ну, я думаю, все. Есть какие-то? Да, мне интересно рассказывал про цены, про вот это вот, про жизнь, вот эти вот все нюансы. Вам не кажется, что вас специально загоняют в такую вот историю? Чтобы вас легче было потом, как мясо, вот как вы сказали, на уборах ходить? Да, думаю, так и есть. А вы понимаете, что сейчас еще хуже на России будет история? Да. Сейчас санкции все ведут, все. Уже ввели, уже в шестой. Ну, вы же сами увидели уже начало. Ну, это начало, да, видел. Сейчас в конце будет вообще, коммуналка и все это. Будут просто, мы как рыбы будем там работать на этих, на олигархов, на правительство. Ну, так. Может, что-то менять надо? Ну, ладно, если бы еще только из-за денег, то это можно было бы как понять, кто ты такой. Я наемный убийца, например, да, то, что я еду из-за денег, потому что у меня варианта другого нет. А также еще есть идеологическая натравленность. То есть, что вы в украинцах увидели такого плохого и отрицательного? Ничего плохого я не видел, в принципе. Но они, наоборот, они помогали нашим раненым. Вот пацаны, которые со мной сидят в камере. У них, у кого-то там осколочные были, им помогали, им медобслуживание, все это. Ну, медицинскую помощь предоставляли. Там спрашивали, какой ранен, ранение. Вот сейчас вот, вот сегодня у нас медик был, у пацана рука, ну, касательная, и на ягодице. Ему все это, медпомощь оказывают. И когда даже брали в плен, ноги там у одного были, две ноги сломанных, ему наложили гипс, все это вот. Сразу медпомощь оказали. Наши не оказывают. Ну, что я видел, что помощь не оказывают. А вот интересно, что значит наши не оказывают? Ну, я так понимаю, вы были свидетелем, как взяли наших в плен украинцев? Не, не своим же. А своим же? Своим не оказывают. Своим, вот кто-то говорил, вообще какой-то там офицер добивал раненых. Ну, двухсотых. Ну, я слышал разговоры, что ходил и добивал своих же. Делал двухсотым. Потому что не вывозили. Ну, вывеси не могут или что-то. Командование увлекает. Все полностью. Я слышал, что командир просто собрался и уехал. Какого-то там подразделения. Ну, таких много. У нас 10 офицеров, командир бригады, да? Или кто-то там бросил. Что такое русский мир? Это фраза, про которую трубят все. Русский мир, русский мир. Объясните нам, украинцам, что такое русский мир и почему вы нам его несете. Я согласен. Я сам не понимаю таких слов. Русский мир. Типа это Россия, это миротворец, и она приходит помогать всем. Где все? Я посмотрел на вас, ну, как со стороны посмотрел. У вас здесь лучше живут люди, чем у нас. Какой мир? Это реально, это политика просто. Это война политиков. Русский мир. Я не знаю, я не могу объяснить. Я понимаю. Не война политиков, это война захватнической политики России. Потому что они хотят просто захватить. Неужели вы не поняли этого? Ну вот, захватить и превратить. Причем здесь нашей политики? Что нам сделать? Сказать? Мы сдаемся, мы не скажем. Уже нет. Вы на своей территории воюете. Да. Посоветуйте, что сделать. Я не знаю. А для чего мы это делаем? С вами общаемся. Чтобы донести до россиян, что не надо сюда идти. У нас есть надежда, что они в ваших словах услышат правду. То, что вы говорите, как мы тут жили, где тут, сколько нацистов вы увидели, нашли. Показать отношения ваших командиров к вашим. Нацистов я не видел. Ни одного нациста. Натовцев. Негров там. Не видел. Я вот видел. Ну а ты что с этим словом теперь делать? Афроамериканцев. Извините, пожалуйста, уважаемые, нет. Больше так не будет. Получается, бред получается. Мы жили себе жили. С ваших слов мы вроде как и лучше жили вас. Даже не важно, как мы жили. Мы просто жили, мы так же хуже жили. Ну мы вот себе жили и жили, да? Чего вы сюда пришли? Я им полюбки не знаю. Я не знаю. Вот, складывается впечатление с вами, что вы хороший парень. Знаете? Хороший парень. Добрый человек. Но, вот объясните в двух словах. А почему вы, извините, балбес? Что вы взяли сюда пошли? Или, ну может вы не согласны с тем, что вы балбес? Балбес, да. Ну это я мягко очень на самом деле выражаю. Вот как, вот объясните, вот как так? Мы реально не верим, что вы до апреля месяца не видели ни в Телеграме. Нигде. В Телеграме я, ну, не задействую. Зачем я в Телеграме? Люди, смотрящие нас из России, зарегистрируйтесь в Телеграме, подпишитесь на какие-то украинские каналы, внимание на украинские каналы, вы увидите сколько жесть. Можете на мой канал подписаться. Да, подпишитесь. Я по-русски специально все пишу вам. Предатель. Да. На канал Владимир Золкин подпишитесь. Володимир Золкин. Ссылка в описании к видео. Ссылка в описании к видео. Вы посмотрите, что происходит, что творят ваши освободители, что происходит у нас, сколько ваших там. Подпишитесь, ну поставьте этот гребаный Телеграм, это одна минута. Вот если бы у человека был там Телеграм, то он бы увидел бы, наверное, подумал бы, увидел бы эти сотни трупов. Потому что это вы сами себя бомбили. Потому что риторика у них такая. Даже когда они видят разрушение, они говорят, вы сами себя бомбите. Мы бомбим сами себя? Нет. А что мы вдруг решили сами себя побомбить? Вот так вот. Россия все это зра. Мы такие, так Россия на нас напала, давай себя бомбить. Да? Нет, это бред пол. Вот, россияне в это верят. Тридцать лет жили, не бомбили, а тут накиды. При этом, когда мы, россияне, пытаются сделать подобное интервью с нашими бойцами, просто задать им вопрос. Каждый из них отвечает, две защищали свою землю. Да. Ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. Потому что человек говорит то, что есть. Да. Ну, сейчас у азовцев берут интервью, выкладывают. Все солдаты с поднятой головой говорят, мы ничего не жалеем. Мы выполняли свой долг. Да. В общем-то, наверное, все. Всё, спасибо. 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 Все, до свидания.